19 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3299, тема «Община». Что за специальность будет у окончившего теологические или религиоведческие факультеты, и что это дает душе окончившего? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никогда раньше такого факультета здесь не было. На преподавательские кадры были направлены не церковные люди, и о вере их вообще никто не спрашивал. Я имею хорошее знакомство с заведующим кафедрой теологии Алтайского государственного университета Волобуевой Мариной Маратовной, 358821, администрация, 261581, кафедра. Ее фото в восьмом томе «Открытым оком», седьмая страница из фото в центре. У нас теплые отношения весьма доверительные. Она была у меня в гостях и со студентами на улице Никитина, 147-1, на Ползунова, 6, и ездила в Потеряевку на ее 15-летие, 18 июня 2006 года. Я задавал ей разные подобные вопросы, для чего и кому нужны будут специалисты, которые не имеют веры в Бога. Для нее ее кафедра – ее хлеб. Сейчас ее должность востребована уже и в краевой администрации, и там она выполняет роль консультанта. Значение межконфессиональных отношений ныне не на последнем месте, и будет все более возрастать. А тут еще стали попадаться мне учащиеся данного факультета, и нет ни одного, кто нормально мыслит, как будто этот факультет отдушен бездарностям и тупицам. Но вот стал рассматривать внимательно курсовую студента третьего курса Судникова Николая Николаевича, бывшего некогда иеромонахом Нафанаилом. И думаю, что относительно назначения факультета теологии уже стало проясняться. На меня многие наезжали и по-разному. И то заказные статьи были. Статьи были по злобе, по желанию разрушить дело. Вот одна из них. Кавычки открываются. Что мы знаем об Игнатии Тихоновича Лапкине? Несколько лет назад о нем трубили чуть ли не на всех углах – и в газетах, и на телевидении, и на радио. Пострадавшие от страшного тоталитарного режима и севшие в 80-х в тюрьму за проповедническую деятельность. На фоне событий тех лет, краха коммунистической идеологии, расцвета демократии, когда любой, объявивший себя принципиальный антикоммунистом, автоматически становился популярным. Тогда судьба Лапкина виделась многострадальной и героической. Так, наверное, все и было. Факт очевидный. Человек был арестован за свои убеждения. У него была конфискована аудиоаппаратура, на которой тиражировались проповеди. Кавычки закрыты. И далее по всей статье допускается грубейшая ложь и 47 раз неправда. Статья снабжена рисунком, где стоит черт в маске, сложивший по сектантски руки. Д. Федяев, рисунок А. Курдюмова. Московский колсомолец на Алтае. 27 мая по 3 июня 1999 года. Для слова Божия нету. Страница 394. Процесс против газеты был полностью нами выигран. Газета «Московский колсомолец на Алтае» потом напечатала вторую статью. Кавычки открываются. Игнатий Лапкин человек жесткий во всем. Для него, как для Чапаева, одна голова хорошо, а две хуже. Он не привык, чтобы ему перечили и имеет на это право. За его плечами года проповеднической деятельности, как за рубежом, так и в Советском Союзе, как следствие ГУЛАГ. Кубометры религиозной, исторической и политической литературы, несколько иностранных языков, два профессиональных образования. Возрождение одной деревни. Создание детского православного лагеря Стана. Люди, крепко уверовавшие и принявшие православие за основу своей жизни, а иначе они не смогли бы остаться в общине. Все это во многом благодаря Игнатию Лапкину, его несгибаемому характеру. Кавычки закрываются. К. Ганов. Фото А. Луковского. По скриптум. С такими впечатлениями вернулся из Потеряевки один из внештатных сотрудников московского комсомольца на Алтае. С 11 по 18 мая 2000 года. Мода на религию вызывает любопытство и на факультет. Поступают туда и маловерующие, которые в деле благовестия никакие. И вот там-то в процессе обучения будет идти естественный отбор. Бездарные и тупые постепенно отсеются. Тем более, сегодня не всем по плечу платить за обучение, и потому на бесплатные факультеты идут и лезут многие. И затраты должны окупиться. Чем? Приближается время иного правителя. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 47 стих. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя свое, его примите». Все до единого толкования Библии сходятся во мнении, что речь идет об Антихристе, который установит единую религию по всему лицу земли. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Принят закон об экстремизме, и единственно для того, чтобы выловить всех, кто не на уровне их толерантности и терпимости. Этот закон – чистейший иудейской закваски. Всемирный совет церквей готовит почву Антихристу, экуменизм в самой авторитетной форме, набирает силу в среде православия. Нужны эксперты по определению вредности, чтобы смахнуть неугодных на основании законных решений судов. А там как раз и потребуются эксперты-религиоведы. Когда я просил сделать экспертизу моих трудов, то суд так и не сделал. Нужны будут маститые ученые, обремененные и верой вдобавок. Вот из числа окончивших теологические факультеты и будут отобраны самые умные. Больше ни для чего не нужны эти паразиты, не приносящие никакой пользы ни государству, ни одной душе. Отщепенцы и зажравшиеся эгоисты. А тут уж они будут оправдывать свою чечевичную похлебку. Апостол Павел предвидел, что такие будут в среде христиан. Послание к евреям, 12 глава, 16 стих. Чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снять отказался от своего первородства. Когда судили митрополита Вениамина Петроградского, то самую подлую и отвратительную роль Иуды со змеевидными устами сыграл живоцерковный священник Красницкий. Он производил самое гнусное и отталкивающее впечатление и накидывал на подсудимых одну за другой петли. Это классический образец для преследующих старателей на эшафоте. А пока они отрабатывают за отметку зачетки студенческой. Даже в сыром виде курсовая Судникова уже вполне годится для того, чтобы по ней начать преподавание, как нужно втираться к верующим в доверие, прикрывшись саном, от которого потом с легкостью и отрекся. Как выслушивать жалобы? Да он и не пытается уже скрывать свою роль и планы на будущее. Внимательно вникнем в заключительные слова его курсовой, на которую он, по его словам, потратил около пяти месяцев, которую он сам уже прочит в учебнике. В кавычке открываются. Впрочем, уникальное положение автора данного исследования, давшее возможность на протяжении нескольких лет непосредственно день за днем наблюдать жизнь исследуемой группы, само по себе ценно, как эмпирическая база для исследования механизмов функционирования религиозных групп. Возможно, в будущем удастся вернуться к исследованию социально-психологических феноменов на примере Барнаульской крестозвиженской общины. Кавычки закрыты. Мы-то ведь не слепые были, когда жили с ним рядом. Никто ни разу не видел его делающим поклоны, читающим Иисусову молитву по четкам лестовки. Никто ни одного раза за полных четыре года не видел его читающим Акафист или Канон. Никто ни разу, ни дня не было, чтобы он днем не заваливался спать на несколько часов, хотя ночью спал не менее семи часов и ночью не вставал на молитву. И все фиксировал, все запоминал, все анализировал, все услушивал, подслушивал. Для него не было здесь ни братства, ни единомышленников, ни Церкви Христовой, ни возрожденных от Духа Святого членов тела Христова, а была исследуемая группа, то есть кролики в лаборатории. С нами, конечно, вышла осечка, тут уже монах, прикрывшийся ряской, ничего не смог скрести для статьи Уголовного кодекса. Здесь, как он не перетолковывает любой поступок верующих, все же никак не тянет на тоталитарность. Но те 15 книжек, по которым он составлял перфокарту, все эти орлы, которых так легко он принял за орлов, завтра дадут иные параметры определения тоталитарности, иные критерии экстремизма, фанатизма, нетолерантности. Но внутри-то себя он понимает, что делает пакость и подлость, и потому уже в начале курсовой оговаривается. В некотором смысле эта задача неблагодарная, поэтому приходится ограничиваться в некотором смысле атеистическими методами и подходами ради их универсальности, невзирая на потенциальную опасность обвинений в бездуховности, мертвенности и последующего конфликта со всеми вытекающими последствиями. Вот только малая часть его наблюдений над исследуемой группой. Толочки открываются. Совет общины имеет характер больше совещательный, его власть по сравнению с властью лидера номинальна. Очень болезненно реагирует на критические замечания, обладает завышенной самооценкой, а читает он довольно медленно. Он вообще живет в повышенном эмоциональном фоне, причем проявление его эмоций часто связано с криком и немного скандальным характером общения. В итоге мне пришлось скандально громко кричать. Он бросил трубку. Не знаю, насколько он признал себя виноватым, но через минуту он позвонил и попросил прощения, добавив ради начала поста. Вообще трудно представить какое-либо богословие в общине, которое бы не являлось повторением идеи Лапкина. Возможно, это связано и с отсутствием соответствующей теоретической подготовки у членов общины. В частности, пообщавшись некоторое время с Лапкиным, мне пришлось научиться кричать на собеседника в споре. Иногда демонстративно самоустраняется от роли председателя и передает роль ведущего другим. Впрочем, это не очень помогает. Но тем не менее, среди членов общины есть и такие, которые относятся к Лапкину сдержанно, неприязненно. У некоторых членов группы присутствует механизм самоблокировки негативных мыслей в адрес лидера, чтобы избежать обвинений в заимствовании у протестантов. Основанием для такой практики являются слова Игнатия Тихоныча Лапкина. Я думаю, ничего этого не надо. Таким образом, в исследуемой группе мы наблюдаем активное использование средств эмоционального манипулирования группой. В Барнаульско-Крестозрительское общение Русской Православной Церкви за рубежом, осуществляемой группой и ее лидером, контроль сознания членов группы. Наличие харизматического лидера, осуществление группового давления, иного психологического воздействия со стороны группы и ее отдельных членов. Барнаульско-Крестозрительская община относится к классу паратоталитарных региозных групп. Кавычки закрыты. Бедный, несчастный, бывший лжемонахом, что ты наделал со своей бессмертной душенькой? Второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Первое послание от Ивана, 2 глава, 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Послание к евреям, 10 глава, 25 по 29 стихи. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Когда творить добро желаешь ты отдельным людям или всему народу, не отступайся от своей мечты, не делая ничего себе в угоду. Крепи свои желания и следи, чтобы огонь пылал в твоей груди, и чтоб священный пламень не погас, чтоб мог еще сильнее разгореться. Живые клетки отрывай от сердца и кровью истекай всякий раз. Бросай тот час в огонь рукой своей, все претерпи и боль преодолей. И сердце, убывая с каждым днем, и стает, но последняя частица, как вся душа твоя, воспламенится и осияет мир своим огнем, и свет, зажженный именем твоим, останется в веках неугасим. Давид Кугультинов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok